Привет! Ням-пасы! Ты решил замастерить вулкан. Но, это хорошо. Помогу тебе в нём разобраться. В смысле, уже разобрался? А почему ролик разбор не записал? Ааа, ладно. Если что, ты меня потом поправишь. Хорошо? Буду исправлять своё невежество. И предупреждаю, я тут буду объяснять, как работает, а не как сделать. Так, с чего там у нас обычно уроки начинают? А, с треугольника. Ну, поехали. Как только ты смог подключить библиотеку вулкана вместе с заголовком, и у тебя всё компилируется, тебе понадобится. Всё понятно? Нет. Супер. И мы, наконец, получаем... Недомайнкрафт? Блин, мы же вроде треугольник хотели нарисовать. Простите, перестарался за кадром. Но, смысл там такой же. Ну нахер. Да ладно вам. Он несложный. Ну, разве только чуть-чуть так? Слегка. Но ты видел? Видел? В общем, как ты наверняка понял, даже для рисования простого треугольника вулкану нужно знать кучу всего. Зачем же такая сложность? Ну, конечно же, оптимизация на процессоре, чтобы не вычислять текущее состояние каждый кадр. На графическом процессоре, когда драйвера точно знают, что будет с изображением, они могут принять то или иное решение, а также оптимизация в общении между CPU и GPU. И во все это общение происходит тогда и только тогда, когда мы фактически вызываем функции submit. А все остальное – это подготовка к отправке. Поэтому, даже имея при себе все туториалы, спецификацию и Google, сталкиваясь с большим объемом информации, неизбежно переходишь из состояния «Нихуя не понял. Ну, очень интересно». в состояние «О, блядь, я горю! Жопа горит!» Спецификацию я все же настоятельно советую скачать, добавить закладки или просто помнить о ее существовании, чтобы всегда можно было к ней прийти и внимательно прочитать «А что за хрень?» творит та или иная функция. Когда познакомишься с базовыми принципами, она уже не покажется такой страшной, а даже наоборот, очень полезной. Ну что, все понял? Ага! Хух! Ну, тогда начинаем. И первое, что нас ждет – это… Экземпляр вулкана. Обращаться мы к нему будем редко, но с него все начинается. Так, стоп, зачем эта редкость нам тогда вообще нужна? А давай посмотрим в спеке на то, что он кушает во время создания. Аллокатор и инфу. Про аллокатор сейчас забудь, обсудим его отдельно. Нас интересует вот эта структура. Первые поля в ней – S-Type и Next, а также зачастую флакс – ты будешь встречать почти в каждой такой структуре. В плюсовой версии S-Type тебя не побеспокоит. Да и с цепочкой P-Next там тоже все достаточно просто. Но в C-шной версии придется работать ручками и заполнить тип структуры руками. Погодите, что? Мы что для структуры должны указать ее тип? Да вот же он! Но не спеши психовать. Все это сделано для поддержки следующего интересного поля – P-Next. Да, оно имеет неопределенный тип. Но вот когда оно не нулевое, в нем определенно что-то лежит. Как же вулкан узнает, что конкретно? Правильно, S-Type по адресу P-Next, ибо оно как раз первым полем в структуре. А когда мы точно знаем, что за типу структуры, мы сможем спокойно кастовать из неопределенного в определенное. Поэтому комитет принял решение помещать каждую структуру этими полями, чтобы в любом виде можно было понять, что же перед нами лежит. Nice. Так, и это все конечно зашибись, а инстанс на нам? Нафига? Тут еще одна структурка какая-то с информацией о приложении. И ты правильно подметил оооочень важное последнее поле здесь. API Version. Это версия нашего вулканчика, который мы хотим трогать. От этой версии зависит то, как вулканчик будет реагировать на все наши попытки с ним взаимодействовать. Остальные поля тоже не для красоты. Есть шанс, что твой движок или приложение настолько популярны, что драйвера специально оптимизировали под тебя. Напиши в комментариях, если ты такой счастливчик. Ну а если нет, все равно напиши. Ладно, возвращаемся к предыдущей структуре. Что там у нас? Слои? Какие нахрен слои? Ну не в фото жопе же! Вот на этом этапе стоит рассказать об экосистеме Vulcan API. И нет, не бойся, ничего биологического там нет. Просто на самом деле ты общаешься с вулканом, как с посредником между тобой и драйвером. Однако, между нашим посредником и драйвером могут встать еще посредники, так называемые слои. Даже если здесь ты оставишь их по нулям, они все равно могут быть. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Понял. Они пришли к тебе из глобальных настроек, флагов операционной системы. Ну, короче, не из твоего приложения, а откуда-то сверху. Кстати, так как загрузчик Vulcan для слоев создает специальные трамплины и терминаторы, можешь попробовать использовать получение адреса функции, который вернет тебе адрес функции без них. Не то чтобы это даст тебе сильный перформанс, но если очень-очень нужно, можешь попробовать. Посредники. Тоже мне. Нафига они нужны-то? Да вот, например, слой проверок поможет тебе отследить ошибки. Будет ругаться, если ты неправильно указал тип структуры, будет следить за лимитами, в общем, всячески тебе помогать. А еще проверочные слои помогут твоему драйверу избежать припадка, когда ты ему отправишь свое непотребство. Ну, а если ты знаешь, что они могли бы тебе помочь, но почему-то этого не сделали, время завести issue на гитхаб. Там очень много было моментов, когда слои необратимо улучшали, и теперь они очень хорошо и правильно тебе подсказывают. Что дальше? А, расширение. Ну, думаю, ты уже догадался, что расширяем мы тут не дыру в пространстве, а возможности. Ну, вот бывает такое, что не успели в основную версию запихнуть что-то. Или с тех пор вышла очень интересная фича, но вот не везде она поддерживается. Ну, или мало ли что. Если тебе как-то нужно расширить возможности экземпляра, тебе в это поле. Как использовать расширение? Помнишь то самое поле Pnext? Вот в него и будешь пихать новые структурки, только не все в экземпляр. А куда? Это тебе уже подскажет спецификация. Для каждого расширения там свои условия использования. Но не переживай, мы разберем эту тему подробнее, но чуть-чуть попозже. Супер! Nice! Создаем экземпляр. Ура! Или не ура? Ну, тут уже... Проверь возвращаемый vk-резult на vk-success. А если не очень удачно, то уж сам решай, что твоему приложению лучше делать. Падать, как большой шкаф. Или тихонечко сообщить и медленно уйти в закат. Как только ты создал экземпляр в англицизме, который мы называем instance, ты можешь начать работу с вулканом. И да, все, что создано в одном инстанте, никак не пересекается в другом. Вообще, вряд ли тебе понадобится еще один instance, но если все же понадобился, помни про их независимость. После того, как экземпляр вулкана тебе стал ненужным, то есть при условном закрытии приложения или разрушении твоего рендер модуля, нужно прибраться за собой и разрушить сам instance. Кстати, если ты все же использовал аллокатор при создании instance, используй его и здесь, при разрушении. И теперь, когда ты наконец понял, что тут происходит и как, ты спросишь меня, где блин код? Код покажи, мы же тут программный интерфейс обсуждаем. Да вот не будет его, разве я не предупреждал об этом в начале? И нет, спецификацию я не пересказываю, а разжевываю на понятном языке. Постараюсь с картинками и анимациями. Поверь, мне еще много о чем нужно будет тебе рассказать и пояснить, как же тут все работает. А пока, завари чайку и отдохни, ты заслужил. ЗАСЛУЖИЛ ЗАСЛУЖИЛ